здравствуйте друзья всем привет из южной индии и штата кэролла главная новость сегодня это не ковидло а то что в пяти штатах индии объявили результаты выборов и люди массово выходят на улицу праздновать победу своей партии не соблюдая масочный режим и собираясь большими толпами в кэроле победила впервые за всю историю кэрол и второй раз подряд победила одна и та же партия партия коммунистическая в деле ситуация критическая не хватает мест больницах не хватает людям кислорода в общем по индии число заболевших уже превысило три миллиона три миллиона триста сорок девять тысяч шестьсот сорок четыре это общее число заболевших к видом по индии сегодня новых кейсов триста девяносто две тысячи по индию по кэроле 35 с половиной тысяч локдаун в деле продлили еще на неделю что будет дальше пока неизвестно в кэроле у нас пока не строгий локдаун хотя суббота воскресенье как бы строгий но маленькие магазинчики все равно открыты и также сегодня воскресенье но люди выходят на улицу праздновать свои политическую победу победу своей партии правда в кэроле это и не происходит так как хотели мы это заснять и вам показать позвонил муж знакомым его из друг он работает масс-медиа ну попросил прислать там кусочек празднований но ему сказали что они сами ездят везде ищут и в принципе не обнаружили пока но салюты вот я где-то тут было слышно салюты то есть все-таки кто-то где-то празднует сейчас у нас двое родственников болеют ковидом они лечатся дома и один из них двоюродный брат мужа он уже болеет второй раз украине тоже вся семья переболела тут сложнее всех болел папа ему 69 лет и он впервые вот он попал в больницу он лежал две недели в больнице низкий кислород был слава богу все хорошо хотя многие знакомые кто перевалил ковидом жалуются что очень тяжело восстанавливается до сих пор очень сильная усталость и мышечная боль болели они меня в январе и вот до сих пор папа говорит что чувствует слабость ногах также в штате одиша вели локдаун с 5 мая по 14 на две недели посмотрите какие у нас красивые бананы после дождя они прямо как от пластиковые все вся природа умылась все стало красиво то что не хватает сейчас некоторых больницах мест в некоторых штатах это правда но в кэроли пока пока все нормально остается надеяться что таки будет конечно все напуганы но паники нет люди напуганы но такой паники как прошлом году нету что я могу сказать насчет вакцинации вакцинировали у нас сначала медработников госслужащих затем вакцинировали людей старше 69 лет и с 1 апреля начали вакцинацию людей старше 45 лет но вакцины сейчас не хватает даже вот у нас есть родственники они первую дозу получили а вторую пока нету поэтому мы хотели зарегистрироваться на вакцинацию но пока что у нас это не получается так как вакцины на всех не хватает также вот сегодня в новостях рассказывали что конечно много людей сейчас умирают и это горе и на этом горе тоже все спешат заработать например в деле машина машина которая холодильник для перевозки трупов она стоила раньше 10 тысяч в районе 10 километров чтобы отвезти в крематорий сейчас уже стоит 15 плюс 2 тысячи за час ожидания то есть крематорий тоже очередь чтобы кремировать тело это обходится примерно 20 тысяч рупий рупия сейчас равна рублю вы все наверно знаете это 20 тысяч рупий это где-то 270 долларов я вышла на свою ежедневную прогулку на свои 8-10 километров и я на главной дороге выходить не буду тут вокруг джунгля погуляю вот так что друзья сейчас разгораются нешуточные баталии на тему того что какие-то блогеры врут и показывают неправду то что происходит в я хочу вам сказать что индия это очень большая страна поэтому в разных ее уголках ситуация разная поэтому давайте не будем ссориться не будем говорить друг другу гадости давайте будем оставаться людьми желаю всем крепкого здоровья не болейте берегите себя всем пока